Международный день борьбы с детскими онкологическими заболеваниями отметили в 31-й клинической больнице Санкт-Петербурга. В Божественной Литургии приняли участие представители администрации медицинского учреждения, взрослые пациенты и юные прихожане больничного храма. Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Этот призыв Спасителя самым непосредственным образом воплотился в стенах 31-й городской больницы. Ведь домовый храм во имя святых мучеников и бессребренников Косьмы и Дамиана расположен буквально в двух шагах от детского онкологического отделения. История образования больницы началась еще в конце 19-го века, когда в 1894 году на базе общины сестер милосердия имени Святой Евгении на Старорусской улице была основана лечебница для малоимущих. С середины 20-го века больница носила имя Якова Свердлова. В годы войны в ней был развернут эвакуационный госпиталь. В 1990 году Свердловка преобразовалась в клинический центр передовых медицинских технологий, а в 1994-м при детском онкологическом отделении появился храм во имя святых бессребренников Косьмы и Дамиана. Нам вообще очень повезло, что в свое время отец Богдан обратился к нашему главному врачу Анатолию Юрьевичу Рывкину, и он разрешил сделать такой великолепный храм, потому что здесь был зал ЛФК. И, собственно, это тоже полезная вещь, но когда вместо этого зала ЛФК, который не так, конечно, интенсивно использовался, вот, и вот сделали такой великолепный храм, конечно, усилиями отца Богдана и всех, кто ему помогал, вот, и нам, конечно, очень везет, что 20 метров от двери отделения такой замечательный храм, и вы видели, дети участвуют в службах, и когда здесь вот они ходят, тоже для них это событие, что отец, отец Богданам это все разрешает дело. Юные пациенты не только присутствуют на литургии, но и служат в алтаре. Артем Быков несколько лет назад, победив смертельный недуг, решил посвятить свою жизнь служению Богу. 16 лет попал сюда на отделение с опыта полигонного мозга, приходил, причащался, молился, и вот, слава Богу, Господь исцелил. Очень благо большое, что здесь люди могут не только телесно лечиться, и духовно здесь можно душу лечить, да. Большое спасибо всем, кто помогает детям. Детское отделение функционирует в тесном сотрудничестве с благотворительным фондом «Свет», который действует при храме с 2008 года. Помимо адресного сопровождения, детям и их семьям оказывается психологическая и духовная поддержка. Также фонд помогает медицинским учреждениям и реализует программы развития новых эффективных методов лечения. Работа фонда «Свет» основана в первую очередь на милосердии добрых людей, которым не безразлична судьба детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Действительно, жертвуют люди в адресную помощь, например, на одного ребеночка, а сумма остается невостребованной, потому что ребенок, например, проходит необходимый курс лечения, и в данный момент ему больше помощи не нужна. Мы эти средства, естественно, распределяем на других деток. И бывает так, что вот за счет сбора на одного ребеночка помогаем десятерым детям. Такой опыт у нас был. Естественно, все собранные средства мы стараемся максимально направлять на помощь детям. То есть адресная помощь – это наш приоритет. Оказать помощь подопечным благотворительного фонда «Свет» можно, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2425.